Точнее, со своей презентацией. Но я надеюсь, это не так страшно. Вот, значит, ну я буду показывать некоторые картинки, но я надеюсь, у вас тоже видны. У нас действительно сначала будет такая теоретическая часть, то есть я постараюсь рассказать, ну как у вас было объявлено в, насколько я понимаю, в анонсе этого вебинара, что такое особо охраняемая природная территория, вкратце достаточно. Что можно простые граждане или представители каких-то общественных организаций делать для того, чтобы они создавались. Ну а дальше, я надеюсь, постараться ответить на вопросы, если они у вас возникнут. Вот как-то так. Ну, скажем так, если вдруг, Таня, если вдруг есть какие-то просьбы или вопросы до начала, то я готов на них ответить, но основные, наверное, все-таки будут правильные. После окончания, просто чтобы не прерываться. Да, я как раз написала коллегам, что сейчас будет основная часть, и потом можно писать вопросы в чате, просто пока Михаил все равно не сможет их прочитать. Ну, если что-то экстренное, да, пишите, то я как-то буду реагировать. Хорошо, ну тогда, если можно, мы начинаем, да? Да, начинаем. Все, спасибо. Ну, собственно, вот, название придумал не я, сразу скажу. Я под него подстраивался. Ну, наверное, начнем мы действительно с каких-то теоретических и больше даже юридических вещей. Да, сразу скажу, что значительная часть этой презентации, цвета из презентации, подготовленной моей коллегой Анастасией Ивановой, тоже сотрудником Greenpeace, может быть, она у нас тут присутствует, может, нет, вот, но я ей очень благодарен, потому что это действительно очень большая, как бы, доля ее труда, и, надеюсь, вы это тоже оцените. Вот, ну, вот, для начала, да, почему я поставил первую картинку, да, потому что, ну, просто на ней, собственно, изображена вот работа, работа особо охраняемой природной территории. То есть это, ну, это, правда, такая высшая категория особо охраняемой территории, это Кержинский заповедник Межгородской области, собственно, его тогдашний исполняющий обязанности директора, Михаил Языков, как видите, к сожалению, один, задерживает целую группу моторизованных нарушителей, вот, причем они действительно их всех привлекли к ответственности, это такое было серьезное дело, но это, собственно, почему это привело, потому что это вот как раз одна из целей, зачем нужны особо охраняемые природные территории, это для того, чтобы в том числе физически сохранять территорию от различных незаконных действий, быть как действия граждан, то есть вот физических лиц, как здесь, так и граждан, ну, иногда гораздо более серьезные воздействия, там, какое-нибудь строительство, вырубки леса и так далее. Ну, впрочем, если вы интересуетесь именно созданием особо охраняемой природных территорий, то агитировать вас за их не стоит, поэтому, наверное, я на этом остановлюсь и пойдем дальше. Ну, немножко о том, как презентация эта устроена, я ее ровно так, как в анонсе, единственное, чуть-чуть поменял порядок слов, то есть сначала, наверное, стоит рассказать, что такое особо охраняемые природные территории, какие они бывают, как они устроены, а дальше, собственно, что можно сделать, чтобы добиться их создания. Поэтому, если нет принципиальных возражений, то поэтому, значит, с этого мы и начнем. Самое общее определение – это дано в особо охраняемой природных территориях, в общем виде, да, которые, понимаете, все те более, наверное, известные слова, которые часто встречаются в литературе и в обуденной жизни, да, это заповедники, не знаю, зональные парки, может быть, заказники, майя-ти природа, все это объединяется общим термином особо охраняемой природной территории. Прошу прощения, если говорю вещи совершенно очевидные, но вдруг кто-нибудь такого не шутил. И, собственно, важно, что закон определяет, что это такое. Вот на экране здесь как раз определение особо охраняемой природных территорий вообще всех, которые дано в федеральном законе об особо охраняемой природных территориях, что в нем важно. Ну, как бы три основных момента. Это важно в том числе и потому, что именно на эти моменты вы должны обращать внимание для того, если вы принимаете решение о какое-то инициировании создания какой-то особо охраняемой территории, вы должны ответить на эти три вопроса, удовлетворяет ли та территория, которую вы хотите охранять, а не требуем. Первое. Ну, что это, как написано, участки земли, водные поверхности, воздушные пространства над ними. Что это означает? Что это какие-то ограниченные территории, да, то есть у него должны быть границы. То есть вы, когда думаете о создании ОПТ, да, есть такая аббревиатура общепризнанная, вы должны представить себе, где они начинаются, где они кончаются, то есть какие у них есть границы, потому что иначе вам будет очень сложно, ну и фактически невозможно чего-то в этом отношении добиться. Второе. Условия, да, это территории, где располагается природный комплекс объекта, имеющий какое-то значение. То есть, опять же, применительно к теме нашего семинара, это означает, что вы должны доказать, и, к сожалению, в данном случае, как говорят юристы, бремя доказывания лежит на вас, ну или на тех организациях, с которыми вы работаете, чем именно эта территория отличается от окрестных, почему именно ее вы считаете нужным выделить для, значит, для придания из какого-то охранного статуса, именно это означает, в том числе, ее значение или ценность. То есть, это могут быть какие-то места обитания краснокнижных видов, редкие ландшафты, или наоборот, у них какие-то аншлафты или природные комплексы, которые являются таким наиболее часто встречающимся, представляют природу данной местности. Тут много что может быть. Ну, благо, жестких ограничений нет. Но, тем не менее, это тоже вы должны доказать, с чем эта территория. Вот, например, ну, я не знаю, та комната, в которой я сижу, я не могу принять статус особо охраняемой природной территории, во-первых, потому что она не природная, а во-вторых, потому что ничего ценного природного я в ней при всем желании не найду. И следующий момент, это тоже очень важный момент, который изъят решением органов государственной власти полностью статистичной, исходя, если мы используем, для которых установлен режим особой охраны. То есть, следующий признак особо охраняемой природной территории это то, что там есть какие-то... Ну, что такое, собственно, режим особой охраны? Это некие ограничения использования этой территории или природных ресурсов на ней, которые устанавливаются в конкретном документе по данной территории, определяющем данную территорию. То есть, к сожалению, бывают случаи, когда, особенно раньше, в каких-то советских или ранних подсоветских временах, когда там создавали какую-то особо охраняемую природную территорию, создавая, принять решение, создать памятник природы, и все. И дальше ничего, у него нет режима, там нет никакого документа, который оснащил, что там можно, что там нельзя. Фактически это не соответствует требованиям вот этого закона. Поэтому, когда вы планируете какую-то работу по созданию ОПТ, вы тоже должны об этом думать, а именно, что бы вы считали нужным и правильным на этой территории ограничить или запретить какую деятельность хозяйственную. И вы должны, более того, вторая важная вещь, вы должны уметь объяснять, в том числе при подготовке документов, как вот эти ограничения, которые вы предлагаете, будут соответствовать тем целям, которые их создавали. То есть сохранять то те ценные объекты, то значение, ради сохранения которых выделяется особо охраняемой природной территории. Вот это достаточно важно, и это как раз все, что вытекает из определения ОПТ данного закона. Следующий важный момент, какие они бывают. Это тоже вытекает из закона, точнее, закон устанавливает 6, да, заповедники, 6 категорий особо охраняемых природных территорий, которые прямо-прямо прописаны и которые, собственно, этим законом регулируются. Но он также говорит, что законами субъектов Российской Федерации, именно законами, не какими-нибудь другими правовыми актами, могут создаваться иные, региональные или местные особо охраняемые природные территории. То есть федеральные ОПТ могут быть только декоративными в законе, а субъект федерации дано право, но именно законами устанавливают какие-то свои другие категории. У меня там дальше приведено пару примеров. Да, вот, например, в Московской области, согласно закону Московской области особо охраняемые природные территории, могут быть дополнительные. В хоре, микрозаповедники, охраняемые природные объекты, это брезные акреационные зоны, и вот видите, выделен Jim Shift. Это те региональные, да, регионального значения ОПТ, которые могут быть выделены в Московской области согласно Московскому областному закону. Кроме того, Московский областной закон говорит, что могут быть еще и местные особо охраняемые природные территории, вот такие, как здесь тоже помят. Я потом расскажу, чем они все отличаются. Есть такая табличка, которая говорит о том, чем отличаются по значению. Заповедники нацпарки всегда имеют федеральное значение, природные парки им всегда имеют только региональное значение, все остальные перечисленные в законе категории ОПТ могут быть либо такие, либо такие. Это уже определяется конкретными документами. Если говорить о структуре их управления, то здесь все более-менее просто. Практически все федеральные особоохранения на природной территории находятся в Ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Есть четыре, если не ошибаюсь, исключения. Это Государственные природные заповедни, которые находятся в Ведении Академии наук Российской Федерации. С регионами ситуация более сложная. Закон прямо не устанавливает, где они должны находиться. Поэтому обычно они находятся в Ведении регионального особоохранения природной территории, в Ведении природоохранного какой-то структуры, министерства, департамент, комитет, соответствующих субъектах Российской Федерации. Хотя бывает и не всегда. Например, в некоторых регионах разные региональные категории Академии относятся к разным структурам. Одни, например, относятся к Ведению охотчивого хозяйства заказники, а другие относятся к Ведению природоохранной службы. Еще иногда, ну как иногда, в большинстве регионов, в большей части, созданы такие специальные государственные учреждения. Обычно они называются Дирекция особоохранения природных территорий, хотя иногда они называются по-другому. Это некоторые региональные, ну такие аналоги федеральных учреждений, которые управляют заповедниками и национальными парками. Да, я, кстати, забыл сказать важную вещь, что все заповедники и национальные парки, по крайней мере, находясь в Ведении природы, они относятся, находятся, на них созданы специальные государственные, ну ладно, это я чуть-чуть скажу отдельно. Вот такие же бывают Дирекции на уровне субъектов, но они, черт говоря, участные. В Свердловской области, например, таких дирекций четыре для управления разными. Одни управляют природными парками, ну, собственно, отдельные дирекции, другие управляют заказниками, и третьи, четвертые управляют еще каким-то отдельным, отдельным заказником, который существует почему-то отдельно. Ну, так исторически сложилось. Вот, поэтому здесь все может быть как угодно. Вот, и местные особоохраняемые природные территории, они создают органы местного управления, и, соответственно, управляются органами местного самоуправления. Федеральные, ну, вот есть такая, к сожалению, уже, ну, или даже, наверное, к счастью, устаревшая карта федеральных особоохраняемых природных территорий, она 2014 года, поэтому сейчас там их немножко больше, чем здесь. Ну, это примерно показывает картинку, правда, только федеральных, ну, заповедник, официальных парков и федеральных заказников. Да, они здесь изображены, ну, естественно, можем их больше всего сделать. Что такое заповедники? Ну, совсем кратко, да. Сейчас, к сожалению, из закона эта формировка исчезла, поэтому здесь она старая формировка, но она, как нам кажется, очень более, наиболее точная. Зачем они нужны? Да, это, во-первых, это такие триединые учреждения, да, но сейчас они как бы отдельные, то есть разделяется территория и учреждения, да, вот заповедник — это территория, для управления которой создано федеральное государственное бюджетное учреждение. Вот, ну, вот они должны быть природоохранными, научно-следовательскими, и у них основная цель — сохранение и изучение естественного хода природных процессов, явления и так далее. Ну, вот, что здесь написано. При этом есть еще такая категория заповедников, как биосферные заповедники, которые, на самом деле, это заповедники, но сейчас это уже не только заповедники, имеют статус биосферных резерватов ЮНЕСКО. Есть такая программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которая занимается, на самом деле, глобальным экологическим мониторингом, ну, точнее, должна заниматься. И для того, чтобы вот этот мониторинг ввелся, когда эта программа создавалась, еще в 70-е годы прошлого века, было принято решение, что должны выделяться в биосферные резерваты, то есть территории, где либо полностью, на части территории полностью исключается хозяйственная деятельность, но в других частях, где какая-то, ну, прилегающая территория, какая-то деятельность допускается, но там зато ведется, ну, собственно, ведется как раз мониторинг, как это действие влияет на природные комплексы и сравнивается с той территорией самого заповедного ядра, где такое действие с ними ведется. К сожалению, в российской реалии биосферные заповедники – это те заповедники, где можно что-то делать. Здесь имеют специальные понятия биосферного полигона, сначала в законе предполагалось, что это как раз вот та территория, которая прилегает к заповеднику, где можно какую-то традиционную хозяйственную деятельность развивать, ну, там, условно говоря, охоту, может быть, какой-то сбор дикоросов местными жителями, там, может быть, какая-то там ограниченные рубки леса, но потом в неожиданно в 2011 году биосферных полигонов в заповедниках разрешили, например, строить горнолыжные курорты и гостиницы и придавать территорию в аренду, ну, просто потому что конкретным людям очень, ну, достаточно близким к власти захотелось построить горнолыжный курорт в Кавказском заповеднике, на границе, точнее, его как раз на биосферном полигоне. А в прошлом году для того, чтобы построить уже другой курорт, уже непосредственно в заповедном ядре, в самом заповеднике, кто никогда не был биосферным полигоном, появился закон, который разрешает эти биосферные полигоны, то есть территории, где фактически можно все, что угодно, выделять уже непосредственно в самих биосферных заповедниках. Ну, слава богу, пока это конкретно ничего не выделено, но, тем не менее, такая проблема, к сожалению, существует. А про глобальный мониторинг там уже никто не помнит. Но, тем не менее, это как бы та реальность, которая у нас есть. Значит, среда и заповедников должны полностью изыматься в хозяйственном использовании. Любые особо охраняют природные комплексные объекты. Заповедники всегда находятся в подземле, и у них, кроме одного исключения, предоставлено самим заповедникам в пользование. На самом деле, конечно, не полностью. Конечно, сейчас заповедник, к сожалению, задача заповедника включена, так называемый познавательный туризм, кто бы знал, что это такое. Поэтому в них сейчас существуют экскурсионные маршруты, какие-то участки ограниченного хозяйственного использования, где там строятся какие-то картоны, какие-то дороги. То есть сейчас это уже не такой жесткий у них режим, как был там 20 лет назад. Но, тем не менее, пока они еще в основном ту функцию, которая вот была заложена, выполняют. Ну, вот, собственно, основные задачи здесь есть. К сожалению, как я уже сказал, последние годы в них не было развития познавательного туризма, что с моей точки зрения категорически неправильное решение. Но, к сожалению, оно принято. Ну, заповедники бывают разные. Вот самый первый, Баргузинский, который уже больше... Ну, в этом году, которым исполнилось 100 лет, сейчас их 103. Ну, бывают они разные. Вот. Национальные парки. Ну, принципиальное отличие от заповедников, что у них есть помимо задачи сохранения природы, еще и функции рекреационные. То есть, обеспечить, но именно с точки зрения природы, какую-то, ну, вот, такую функцию использования ресурсов национального парка для отдыха населения. Изначально, конечно, предполагалось, что отдых должен быть какой-то именно природный, но, к сожалению, опять же, все понимают, не совсем так, поэтому там могут строиться гостиницы, там какие-то турконовые спортивные объекты, что, опять же, следствию Олимпиады в Сочи, потому что до 6-го года нас в нацпарках было запрещено строить спортивные объекты, а теперь можно. И, к сожалению, это активное дело. Ну, и второй момент, что, в отличие от территорий заповедников, территория нацпарков зонирована, то есть, создана на зоны с различным статусом и режимом. Ну, режимом, да, то есть, там, где ничего нельзя, заповедная зона, где достаточно жесткий природоохранный режим, особо охраняемый, а остальные, там, рекреационное, хозяйственное назначение, традиционного природа пользования, там какая-то деятельность разрешена, либо направленная на нужды самого национального парка, либо на реализацию вот этих самых рекреационных, туристических, цельных целей, которые, к сожалению, в нацпарках тоже уже прописаны. И второе важное отличие от нацпарков и заповедников в границе национальных парков могут включаться территории, которые не предоставлены с соответствующим государственным учреждением, которым управляют. То есть, там могут земли других собственников, пользователей, других правообладателей земельных участков, чего в заповедниках быть не может. Ну, по крайней мере, по закону. Ну, вот бывают различные зоны, как я уже сказал, Тушевский национальный парк. Ну, задачи, вот, тоже примерно я более-менее осветил. Бывают они там всякие разные. Не буду на этом сильно останавливаться. Да, значит, бывают еще федеральные заказники и памятники природные, и памятники природы, но про них, наверное, расскажу применимо к региональным, потому что отличаются они только статусом, а режимом и задачами они не отличаются. Ну, вот, природные парки, это, на самом деле, фактически то же самое, что национальные парки, только регионального значения, с теми же задачами, с таким же, ну, с еще менее жестким, прописанным в законе режимом, поэтому, может быть, они какие угодно. Вот пример такой есть. Тоже они бывают всякие разные, бывают очень ценные. Вот, например, зона покой, как это объект всемирного наследия на Алтае. Заказники. Значит, заказники могут быть и федеральным, и региональным значения, да, при этом отличаются они только тем, кто их, кто принес в решение их создания. Если федеральные, то правительство Российской Федерации управляется именно природной, ну, как я говорю, Минприроды России. А если региональные, то органы власти с объектами Федерации. Ну, собственно, это территории, в которых там обычно земля остается в пользовании тех или собственность тех лиц, которые там есть, просто на них накладываются определенные ограничения в хозяйственном использовании, да, для того, чтобы сохранить либо отдельные компоненты природы, либо в целом природные комплексы или ландшафты. Ну, вот здесь, собственно, бывает профиль, как раз об этом говорит. Если они комплексные, значит, это сохранение в целом, то есть это такой по задачам близкий к заповедникам, а если отдельные какие-то компоненты природы, то, соответственно, и режимы не будут соответствовать, то есть он будет тоже быть направлен на сохранение именно тех природных объектов, которые подлежат охране в соответствии с положением заказника. Ну, при этом конкретных норм по заказникам по режиму нет, соответственно, утверждается, ну, это определяется положение в жанре либо Минприроды России для федеральных, либо органов власти себя как федерации для региональных, но важный момент, да, интервью государственных природных заказников постоянно временно запрещается и ограничивается любая деятельность, если на противоречить цельным созданиям государственных заказников или, например, это вероят природных компонентов. Но это важный момент, потому что его, к сожалению, принимают, ну, как бы, с одной стороны, вроде как ничего конкретного, да, и, к сожалению, иногда органы власти принимают решение о том, что в заказниках можно там что-нибудь строить какие-нибудь, особенно линейные объекты, да, без ограничений, или проводить в том числе и сплошные рубки леса, потому что говорят, что закон же не говорит, что конкретно что там может быть запрещено, но на самом деле вот эта норма, она, в общем, достаточно, ну, не очень четкая, конечно, но тем не менее она говорит, что если деятельность противоречит целям создания заказника, то она не должна в нем осуществляться, да, соответственно, если заказник создан для сохранения каких-нибудь краснокнижных видов, то провозить там газопровод, ну, это я больной свою тему, через их места произрастания, наверное, это не соответствует целям созданиями, поэтому это незаконно, хотя, еще раз говорю, что не все государственные органы и даже суды это признают. Ну, кстати, по поводу заказник, ну, точнее, есть даже специальное постановление Президиума Верховного Суда, где он сказал, что, например, строительство линейных объектов всегда приносит ущерб особо охраняемым природным территориям, то есть, строго говоря, исходя из этого нормы, в заказниках оно не должно проводиться. Ну, там тоже бывают всякие примеры. памятники природы. Ну, на самом деле, принципиально, ничем они от заказников не отличаются. Ну, теоретически считается, что памятники природы это некий отдельный такой ценный природный объект, они действительно бывают очень отдельные, маленькие, например, в некоторых регионах даже бывали, это какое-то отдельное старое дерево, старый дуб или там сосна, этот памятник природы, ну, что, может быть, у него там особого какого-то природоохранного значения нет, скорее, именно памятник такой мемориальный, но тем не менее, такие примеры есть. А бывает памятник природы, который там занимает площадь несколько тысяч гектаров, фактически, это такие просто действительно очень ценные территории. Ну, вот раньше, например, на Сахалине был памятник природы, горный массив, варис, там площадь 40 тысяч гектаров, но сейчас он вошел в состав более крупного заказника, но тем не менее, как бы это то, что, то есть это тоже территория, которая фактически значит для сохранения каких-то отдельных, ну, отдельных это понятие относительно ценных природных объектов, которые должны, тоже они могут либо гранальными, либо федеральными, ну, дальше все как обычно. Местные опыты. С одной стороны, это для местных сообществ очень важная вещь, потому что вроде как считается, что местные, ну, понятно, что создать их, мы про это дальше поговорим, в принципе, конечно, проще, чем любые другие. Другой сценарий, есть очень строгие ограничения в законе, какие ОПТ могут быть местными. Ну, во-первых, они могут создаваться сейчас по новому закону, ну, как по действующему закону об ОПТ, только на земельных участках в собственности соответствующего муниципального образования. Поэтому, например, в лесном фонде сейчас, на земле лесного фонда создать местные ОПТ невозможно, просто потому что, ну, если это не городские леса, единственное, если только в городских лесах, можно, а если нет, то нельзя, потому что это всегда федеральная собственность. Или, там, в землях какого-нибудь запаса, потому что земля запаса относится к субъекту федерации. если меньше 5%, то может он сам орган местного самоуправления себе это создать. Ни с кем, ни у кого не спрашивают. А вот если больше 5%, то уже надо согласовывать с региональными властями, а иногда региональную ОПТ создать проще, ну, то есть не сложнее, скажем так, чем согласовать создание местной. Поэтому тоже надо понимать. Ну, вот пример, кстати, местный ОПТ, он не очень удачный, потому что это как раз земля лесного фонда. То есть, по действующему, в настоящий момент законодательству, вот, сейчас создать местный ОПТ, вот как здесь, резервант, нельзя. Но он существует, почему? Потому что есть норма закона, пункт 3, часть статьи 10 федерального закона, наверное, 406 ФЗ 28 декабря 2013 года, согласно которому особо охраняемой природной территории, действующей до става вступления всего этого закона, имя эта норма установлена, действует в тех границах и с тем режимом, который был, значит, до этого. Поэтому, сейчас уже создать местный ОПТ здесь нельзя, но это действует до сих пор, вот по этой норме, согласно этой норме. Ну, какие-то еще. Еще одна вещь, которую полезно знать, для того, чтобы уже перейти к вопросу, именно, посредственно создания ОПТ, это такая вещь, как схема территориального планирования или схема развития и обещания ОПТ. То есть, это некие плановые материалы и документы, которые предвосхищают создание ОПТ. Значит, создание их предусмотрено градостроительным кодексом, причем там довольно жестко написано, что документы территориального планирования являются обязательными для органов господства, организационного планирования и предпринятия ими решений, реализации таких решений. То есть, строго говоря, исходя из этой нормы, создать ОПТ, не предусмотрен схемы территориального планирования, нельзя. Но в законе об ОПТ об этом ничего не говорится, поэтому иногда этим пренебрегает. И, в общем, иногда создают, по крайней мере, региональные ОПТ, без не включенной в схемы территориального планирования. Поэтому, но, в принципе, вам это тоже хорошо бы знать, поэтому вот и тут указана ссылка, да, вот этот сайт, DisEconomy.gov.ru, в нем все схемы территориального планирования, по крайней мере, субъекта федерации, выложены, и там можно посмотреть. Правда, относительно не очень удобно, но можно там, хотя бы примерно та территория, которая, может, она уже в какой-то схеме территориального планирования есть, и тогда уже это первая проблема решена. Значит, что есть про схемы территориального планирования? Ну, во-первых, я говорю, сейчас про федеральные говорить не буду, это у нас в федеральных схемах территориального планирования по области ОПТ не существует. А вот региональные существуют, вот, например, в Ленинградской области, ну, просто указано, что одна из документов территориального планирования, это карта планируемых особоохранения регионального значения. Тверждена, да, они все утверждаются органами исполнительной власти, субъекта федерации. Ну, вот схемы развития размещения особоохранения на территории Московской области, она вот, вот, отличатся, так и называется схема развития размещения, ну, тоже просто пример карты документа, который говорит о том, что это примерно такое. Как видно, что здесь есть и федеральные, и существующие, планированные особоохранения территории. в принципе, эту схему можно вносить изменения, вот, например, просто как вариант обращения Ботанического института Академии наук Ленинградского, ну, Петербургского, прошу прощения, который как раз направляет этим письмом предложение для включения в схему планирования Ленинградской области расширения там одного из планированных заказчиков. Ну, к сожалению, пока это ходатайство не удовлетворено, тем не менее, это означает, что и научные, и общественные организации могут с такими ходатайствами выходить. Ну, и дальше, собственно, переходим уже непосредственно к созданию, к тому, что можно делать, чтобы создавать ОПТ. Сразу скажу, что это некая обобщенная и упрощенная схема, потому что в некоторых регионах существуют свои, ну, специальные какие-то нормативы о том, как создавать ОПТ, особенно регионального значения, какие для этого нужны документы, они могут отличаться от того, что написано здесь. Сейчас, честно скажу, все варианты иметь нельзя, это некая усредненная, немножко упрощенная схема, но более-менее, наверное, ей можно руководствовать. Ну, опять же, что нужно первое сделать? Опять же, не значит, что все эти пункты надо пройти, но многие из них, ну, скорее всего, в какой-то степени с ними столкнуться придется. Ну, первое, что вам нужно понять? Нам нужно вернуться, да, если вернуться к определению ОПТ, нам нужно выяснить, то есть, не выяснить, а доказать, что та территория, которую вы хотите как придать статус, которая выкипляет статус, она соответствует как минимум определению ОПТ, да, то есть для этого нужно доказать, что у нее есть какие-то определенные границы, и в этих границах есть какие-то ценности, которые вы хотите сохранить. В принципе, поскольку речь о природе, обычно для этого нужно провести некое обследование территории, ну, может быть, конечно, что территория уже давно хорошо вам, или каким-то другим вашим ученым, известно, и вы можете просто взять эти материалы, и тогда этот этап у вас пройден. Но представлять то, что есть на этой территории, и почему именно вы доказать, почему, по крайней мере, обосновать, почему именно ей должен придать статус, это правильно. Следующий этап из этого же исходит, это вы должны исходя из тех целей, которые, что вы хотите сохранить на этой территории, придумать, какой статус и значение ООПТ вы хотите этой территории придать. Если это что-то совсем ценное, большое, требующее федеральной охраны, то это может быть заповедник, если там какие-то рекреационные ресурсы, то национальный парк, но обычно такие вещи замахиваются на создание федеральных ООПТ, даже местным или серьезным организациям, если это не такие серьезные организации, как Всемирный фронт дикой природы, я без всякой иронии говорю, просто у них много возможностей, они действительно много работают, в том числе и с созданием федеральных ООПТ. Но, к сожалению, из таких неправительственных организаций, я, наверное, других не знаю, кто еще может себе это позволить. Мы вот, ну мы способствуем созданию ООПТ, в том числе федеральных, но сами запроектирования, скажем так, мы не беремся. Ну, хотя нет, есть региональные организации, которые этим занимаются, например, Гебблеровское экологическое общество вполне себе занимается расширением заповедника, заодно созданием национального парка, но это просто очень, очень сильная, хотя и очень небольшая, но очень сильная организация. Вот, поэтому, я не думаю, что это в принципе невозможно, но это просто действительно большая, серьезная и в том числе требующая больших финансовых затрат работ. Ну, а если вы, речь идет о сохранении какой-то там большой, нужной вам непосредственно территории, то, скорее всего, конечно, речь в первую очередь идет о создании либо регионального, либо даже местной территории, но с учетом тех ограничений, которые на местной территории обкладывают, которые я сказал. Дальше. Дальше вы должны, как я уже сказал, определить, не включена ли эта территория в схему терпланирования, субъекты федерации или муниципального образования, если еще местного, и если у вас в области, еще раз говорю, здесь немножко разные ситуации в разных регионах, это требуется, то первый шаг, который должен быть сделан, это включение той или иной территории в схему терпланирования. Еще раз говорю, что иногда это не требуется, хотя по закону, как я уже сказал, это правильно. но тут ваши местные условия вам, ваши местные чиновники вам об этом скажут. Если они вам скажут, что ОПТ это создать нельзя, потому что она не включена в схему терпланирования, значит, это их позиция, значит, вам первое, что надо сделать, это добиться включения этой ОПТ в схему терпланирования. Это не требует каких-то больших обоснований, это требует только, ну, точнее, требует реальное обоснование только границы в кратком виде режима, но дальше этот процесс, там, как это, получение принуждения к миру тех чиновников, которые за это отвечают. Отвечают, кстати, за это обычно даже не природоохранные структуры, а, ну, вот, за территориальное планирование структуры, связанные, ну, эти департаменты, архитектуры и градостроительства. С ними иногда даже в чем-то проще бывает работа, потому что они в этих вопросах не заинтересованы, ну, непосредственно в каком-то использовании природных ресурсов, и если им какое-то обоснование представить, они иногда соглашаются с теми структурами, условно говоря, занимающимися использованием природных ресурсов, в основном, в видне которых обычно находится опыта, к сожалению, в основном находится использование природных ресурсов, в первую очередь лесных, и они, конечно, ну, лесных, там, недра животных мира, они, конечно, ну, будут сильно думать, не, 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 как это, не ограничиться ли быть кого-нибудь, кто, кого с их точки зрения ограничивать не надо. А следующий документ, ну, вот, предположим, прошли в эту стадию, уже непосредственно для создания ОПТ, это название «подготовка, так называемая материала в комплексе экологического обследования территории для придания штат Texas ОПТ. Откуда это берется?» Берется это, как ни странно, из законодательства об экологической экспертизе, потому что федеральным законам об экологической экспертизе, что для региональных, что для федеральных объектов, предусмотрено, что для создания, ну, одним из объектов экологической экспертизы являются вот эти самые материалы комплекса экологического обследования. Без них, это, конечно, в некоторой степени нонсенс, что обычная экологическая экспертиза должна определять в соответствии законодательству или допустимость строительства, или являются каких-то природоразрушающих проектов, но, к сожалению, создание ОПТ фактически тоже является объектом, или даже расширение экологической экспертизы. И вот конкретным документом, который об этом говорит, является эти самые материалы комплекса экологического обследования, поэтому для того, чтобы создать ОПТ, вам этот документ разработать нужно. К сожалению, нет жестких требований на федеральном уровне, в некоторых регионах они есть, но не жесткие, но какие-то. Что должно это МКО содержать? Ну, в первую очередь, это, конечно, описание территории, обоснование тех самых ценностей. Ну, вот это практически результат того самого обследования, которое у нас стоит на первом месте. Значит, поскольку это еще и связано с экологической экспертизой, то вам придется еще включить в МКО так называемые материалы оценки воздействия с созданием ОПТ на окружающую среду, потому что без этого экспертиза вы формальным принципом не пройдете. Ну, это тоже такой формальный документ, это ОПТ, это просто должно быть некий документ, который должен объяснить, почему создание ОПТ лучше, чем его не создание, чем это с точки зрения охраны природы более важно. Ну, там, если кому интересно, можно потом прислать, найти какие-нибудь эти материалы, ничего там особо страшного там нет, просто это формальная некая процедура. Ну, и правильно, конечно, чтобы сразу вместе с материалами МКО готовить проект положения или паспорта той особо охраны природной территории, чтобы тот непосредственный документ, который определяет режим данной территории, ну, или хотя бы там просто предложение по режиму этой территории, чтобы тоже в этом МКО должны содержать, чтобы люди понимали, чего им от него ждать. Дальше нужно это согласовать с местной администрации, ну, местной в данном случае в зависимости либо районной, либо поселковой, если это орган местного, ну, если это поселковая территория или там, в сельской администрации. Для чего? В первую очередь для того, чтобы провести общественное обсуждение этих материалов. Почему это важно? Потому что без этого, опять же, вы не пройдете экологическую экспертизу, а без экологической экспертизы вы, опять же, ничего не создадите. Да, это тоже требование сгадательства об экологической экспертизе, ну, и на самом деле это в какой-то степени правильно, люди местные должны знать, что у них на их территории, около их жизни создается какая-то особо охраняемая природная территория. Я должен сразу сказать, что это может быть формальная процедура, может быть, неформальная, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда местные жители против создания особо охраняемых природных территорий, но в основном они против, потому что их неправильно информируют те чиновники или те там какие-нибудь природопользователи, которые не хотят, чтобы она была создана, объясняя, что им там запретят ходить, собирать грибы, ягоды, охотиться, что их там, если там прекратят, например, рубки леса и их всех выгонят из единственного лесозготовительного предприятия, в котором все работают, ну, иногда понятно, что там есть некоторые говорили неправды, потому что если понятно, что если рубки ограничиваются, то ли спранкоз или там какая-то струк туда уходит, вот, ну, мы с этим сталкиваемся сейчас в Архангельской области в борьбе за создание Верхнеюбского заказника, ну, это много где случается, да, поэтому проведение общественных обсуждений – это вещь нужная, это не всегда простая, хотя, ну, обычно, конечно, ну, в моей практике чаще местные жители скорее поддерживают создание ОПТ, потому что им тоже обычно не нравится, что там они все вырубают или там застраивают или стреляют у них под окном. Но, бывает, еще раз говорю, по всему. В любом случае, это, ну, я считаю, что эта процедура должна быть неформальной, потому что, ну, люди просто имеют право знать, что у них недалеко в их территории творится. И ваша задача в том случае – как раз убедить их, что создание ОПТ для них будет скорее благом, чем наоборот, и это тоже, это непростая задача, но такая задача стоит. Дальше, вот эти самые документы после проведения общественных слушаний, через месяц, точнее, после них, еще месяц люди должны, ну, там есть сложная процедура, там надо за месяц до слушания опубликовать информацию, там, если федерального ОПТ, то в федеральной, в российской газете или в природно-ресурсных ведомостях, если региональные, то в органе, в официальном печатном органе администрации, соответствующий субъект федерации, в органах местного управления, потом в течение месяца должны быть доступны материалы вот этого МКЛ где-то, где люди могут знать, где люди могут с ними знакомиться, потом еще месяц после слушаний они должны иметь право подавать свои замечания, только после этого они уже имеют право, то есть мы можем спать документы на экологическую экспертизу, ну, обычно это такая, ну, не всегда, но чаще всего, экологическая экспертиза материал МКЛ это такая процедура относительно формальная, но, правда, важный момент, что она требует денег, потому что экспертиза платная, и когда вы с этим работаете, вам надо думать, где деньги на эту экспертизу находить. Ну, а дальше после экспертизы, собственно, если вы создаете местное ООПТ в соответствующих границах, то уже, значит, это продянете решение органов местного самоуправления, тогда они могут стать созданным, а если это региональные ООПТ, то вы должны, ну, не вы или там кто-то, кто это занимает, например, правительство соответствующих субъекта для того, чтобы они еще раз осмотрели, согласовали там внутри всяких региональных структур и отправили в Минприроды России на согласование, потому что сейчас создание всех новых особо охраняемых природных территорий согласовывается с Минприродой России. А то, что я здесь не написал, если вдруг у вас там в границах ООПТ еще попадают, например, землеобороны, там, военные, лесничные, вам еще есть Минобороны, это придется согласовать. Но этот случай не очень часто, а вот с Минприродой надо согласовывать все новые ООПТ. Ну, обычно они согласовывают, но бывает по-всякому. Ну, это такой форекс, формальный парад. Теперь, ну, несколько уточнений по этому, собственно, управлению. Первое, конечно, вы можете его делать, то есть нет никаких ограничений, кто может делать МКО, обследование территории и так далее. Это может делать любой человек и любая организация. Ну, понятно, что ценность у них будет, если она будет иметь какое-то научное обоснование, поэтому, если вы не являетесь научной организацией или у вас там не можете нанять каких-то ученых, то можно договориться или за деньги, или бесплатно, с какими-то региональными, ну, в первую очередь, научными учреждениями, которые, в принципе, занимаются в субъекте Федерации развитием ООПТ. Обычно это получается. Ну, вот, хотя, еще раз говорю, есть такие организации, как ВВФ, они сами вполне себе способны создавать ООПТ, ну, как, опять же, там, привлекая ученых. Вот, и вот, в частности, как раз подвеска физическому заказнику, вот, они подготовили такой вот документ. Это просто пример. Ну, это вот как раз резюме материалов, которые, ну, краткая, которая подалась на честный слушай, на экологическую экспертизу. Вот совсем свежий пример, почему он такой очень показательный. Это как раз местные жители, ну, там, частично дачники, частично местные жители в Рязанской области, в этом году уже совсем свеженький. Ну, тоже они не хотели, чтобы вырубались леса около их деревни Норина. Вот, они сначала долго били с рубками, потом решили, что, ну, рубки они там остановили, но надежнее будет создать ООПТ. Вот, договорились с Рязанским университетом. Он для них сделал вот как раз обследование этой территории. Ну, вот так выглядит как раз этот отчет, который, вот, значит, который они подготовили, который сейчас лег в основу, как раз решение еще не создано, но тем не менее работа активно ведется. Это вот буквально в этом году, то есть это вот совсем свежий пример. Буквально для того, что да, вот местные жители имея достаточного энтузиазма, могут добиваться вполне себе создания региональных особоохранения территорий. Ну, вот, так, что еще? Проведение общественных обсуждений. Значит, это регулируется положение обоценки намечаемых хозяйственных деятельностей на окружающуюся среду. В Казахстанском экологии 16-го, но и в 2000 году, наверное, 372. Ну, вот то, что я говорил сначала, то есть информирование общественности в соответствующих изданиях. Вот, что должно быть в этих информации обязательно. Ну, и порядок. Сначала информация должна быть за 30 дней. Всем знаменитым, что должно быть вводным, а потом проведение общественных слушаний, составление протокола. Ну, этот протокол уже прилагается к материалам, идущим на экологическую экспертизу. Обязательно за месяц, не меньше, чем за две недели должны быть представлены сами материалы где-то в доступности, и еще месяц после этого, как я уже говорил, люди имеют право подавать свои замечания. Только после этого уже процедура общественных обсуждений является законченной, можно подавать документы на экологическую экспертизу. Как это оформляется? Ну, вот по тому же примеру с наречим заказником, да, вот администрация Клепековского района, да, общественные обсуждения проводятся органами местного самоправления совместно с заказчиком или инициатором деятельности, тот, кто создает ОПТ. Соответственно, ну вот принимается обязательно вот такое объявление, оно делается и в газетах, и в интернете тоже, да, и вот как раз на сайте администрации Клепековского района по этому поводу обсуждения. И есть, да, вот, ну, это не всегда, но в данном случае администрация специального постановления о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний, тоже полезно такие постановления иметь, хотя это иногда не требуется, да, достаточно просто объявление. Ну, и после того, как вы провели, как я уже сказал, вот это вот, вообще, дойдя до стадии общения и получения платиновых учреждений экземпляческой экспертизы, в общем, на этой стадии, как бы, такая работа по подготовке документов в вашей значительной степени заканчивается, потому что дальше это все должно делать соответствующие государственные органы, там, субъекты, федерации. Проводить вот это согласование, направлять это в Минприроды на согласование, и потом готовить постановление правительства. Но, понятно, что они не всегда готовы это делать быстро и нагнамляют всякие права действия. Я вам взял идеальную схему, да, реально, конечно, все бывает очень сложно, может затягиваться на долгие годы, ну, вот, насколько уж, тут Верхний Убский запясть, по-моему, 15 лет, бьемся в Архангельской области, а бывает и дольше. Национальный парк Ладожский, Шхеры планировался с 94-го года, и до сих пор вот ничего не создан, хотя в этом году вроде как обычно раз обещали его сделать. Собственно, к чему говорю, да, к тому, что дальше, ну, и не дальше, точнее, все это время, конечно, основная задача общественности, она такая не юридическая, но она важна, это максимальное создание такого общественной поддержки, создания этой территории, статьи в газетах, в интернете, блоги, создания каких-то сообществ, поддержки территории, петиции, ну, то есть самая разная общественная активность, которая, в конце концов, заставит местные, региональные или даже федеральные власти согласиться с тем, что им проще эту территорию создать, чем не создавать. Ну, и буквально совсем уже заканчиваю, несколько, что можно делать еще? Вот не получается у вас особо охраняемая территория, или там, вы понимаете, что процесс долгий, а сохранить территорию нужно срочно, потому что ее вот-вот-вот скоро совсем вырубят, например, или построят чем-либо. Значит, есть еще законам присмотреть такой механизм, как резервирование, то есть земельный кодекс говорит, что можно, что значит, резервирование, да, то есть это некое ограничение использования земель без изъятия у правообладателей на определенный срок, ну, вот земельный кодекс говорит, что на срок не более чем три года, ну, как раз как бы на время, которое нужно условно для того, чтобы окончать, например, статус этой особо охраняемой природной территории. Значит, в чем ограничение? В принципе, это механизм, который, по идее, должен хорошо работать. Работаем, правда, к сожалению, плохо, но им надо помнить. Значит, есть какие ограничения? Что, во-первых, резервировать можно только те территории, которые включены в схему терпланирования. Вот здесь железно, да, это есть специальное положение резервных земель, да, не зарезервировать, может, только те ОПТ, которые включены в схему терпланирования. Да, вот тут, к сожалению, другого варианта нет. Второе. Резервировать можно только, согласно мельгозу, земли, которые никому не предоставлены, не находятся в собственности, не находятся в аренде, то есть это либо федеральные, либо региональные, ну, земли находятся в виде органов в плате, субъекта федерации. То есть, причем, если это федеральная земля, например, лесной фонд, да, ну, нет, вру, может быть, субъект федерации их зарезервировать, но присловишься, что они не предоставлены никому в аренду, да, для местных опыта могут и местные территории, местные органы местного управления принимать решение о резервировании. Обычно никакого там специального порядка нет, то есть вы, ну, если территория включена в схему терпланирования, то у вас есть основания, если вы точно знаете, что она там, эта земля никому не отдана, никуда, ни в собственность, ни в аренду, вы можете написать ходатайство о резервировании, по идее, органы местного соответствующей власти должны это решение принять, ну, или, по крайней мере, объяснить вам, почему они этого делать не будут, но оснований у них не очень много. Вот. Есть, причем, в разных субъектах это решение могут быть разные органы. Например, вот в Алтайском крае есть закон, по которому решение земельных участков, плавя себе особо охраняя принимает правительство Алтайского края, то есть правительство субъекта, да, и в большинстве регионов именно так. Но, например, в Краснодарском крае это не так. В Краснодарском крае первые земель для создания ОПТ осуществляется органом исполнительной власти, то есть местным министерством природных ресурсов. И вот что меня удивило, в этом году, то есть вообще очень мало сейчас решений о резервировании земель, но вот в этом году в Краснодарском крае они отличились, у нас много при везде к Краснодарскому краю, но здесь они молодцы, они приняли решение, точнее приказ этого Минприроды о резервировании земель, причем достаточно большой площадью, 342 тысяч квадратных метров, но это, конечно, не очень много. Но, тем не менее, для Ленинграда, для Краснодарского края это довольно большая территория, ну, значимая территория как раз для создания природного парка. Вот это в последний год единственное известное мне решение о резервировании, тем не менее, то, что оно есть, говорит о том, что этот механизм, в принципе, может работать. Ну, и самое последнее, что я вам хотел сказать, что все совсем не так хорошо, как я вам расскажу, ну, в смысле, как это, что, ну, да, как здесь написано, особо охраняемой природной территории не панацея. Потому что, к сожалению, в нашей реальности само создание особо охраняемых природных территорий, это еще не гарантия того, что ничего страшного с ней не произойдет. Вот, и, к сожалению, вот моя основная работа, мы фактически не занимаемся созданием ООПТ, а мы создаем, ну, я, по крайней мере, ну, редкие здесь исключения, мы как раз вынуждены больше заниматься уже сохранением уже действующих систем отдельных ООПТ, от всяких попыток с ними сделать что-нибудь нехорошее. То, что у нас в этом году объявлен год особо охраняемых природных территорий, к сожалению, ничего принципиального в этой ситуации не изменило. Поэтому, если вы уж добились создания опыта, это значит, да, мы в ответствии за тех, кого вы приручили, да, это значит, что вы должны взять на себя ответственность, а отнюдь не государство, за то, чтобы оно сохранилось. Потому что иначе будет вот так. Ну, понятно, да, это вот, вот это вот белое нечто, это щит, который говорит, что это, поверьте, ну, плохо видно, что это особо охраняемые природные территории, а вот это вот это то, что с этой особо охраняемые природные территории сделать. Вот. Это Венинградская область сейчас там ситуация немножко получше, хотя не принципиально. Вот. Поэтому, к сожалению, еще раз говорю, что если вы добились создания ООПТ, то дальше все только начинается, дальше вы должны быть готовым работать на то, чтобы эти ООПТ сохранять, сохранить хотя бы те ценности, ради которых вы и созданы. Ну, вот, как я уже сказал, примерно этим мы и занимаемся. Вот буквально сейчас у нас очередная такая горячая пора, мы пытаемся не допустить принятия поправок в закон об особо охраняемых природных территориях, которые, ну, наверное, мы где-то видели, прямо разрешают передавать, ну, скажем так, снимают запрет на передачу заповедников и национальных парков частную собственность. Да, это, ну, такая вот забавная норма закона у нас в Минпривода России, которая у нас встречается, госполитика области особо крайне внесена в правительство. Ну, там народ довольно активно ее подписывает, и мы надеемся, что нам удастся эту очередь. Ну, это не первая попытка и думаю, что не последняя, но, конкретно ее, скорее всего, нам отбить удастся. Но, если вдруг вы еще по каким-то причинам эту петицию не видели или ее не подписали, я очень прошу вас нас поддержать. Если что, вот там вот, к сожалению, плохо видно, но ссылка там есть. Я же так, наверное, презентацию тоже это можно будет всем, кому надо заслать, кто захочет. Там она тоже есть. А вообще, на нашем сайте ее сразу найдете. Ну, собственно, это то, наверное, все, что я вам хотел за такое короткое время сказать. Спасибо за внимание, буду рад услышать ваши вопросы, ну, и всякие комментарии и прочее. Спасибо. Михаил, спасибо огромное. Я прямо сейчас в чате прислала ссылку для того, чтобы могли прям наши участники, не отходя от вебинара, подписать. У нас, вот, пока ты рассказывал, поступило 4 вопроса, я их буду озвучивать. И, коллеги, вы можете прямо сейчас писать в чате. У вас там есть такой значок чата, да, вы можете нажать, и он у вас всплывет. Я пока озвучу вопросы. Значит, как добиться... Прости, я их не вижу, да, вопросы? Ты знаешь, они просто уходят как бы вверх, да, и я сейчас просто их озвучу, просто люди писали ниже, да, вот те 4, которые были. Значит, вопрос от Андрея. Как добиться включения в схемы территориального планирования? То есть, ну, Андрей, наверное, имел в виду, как там более подробно, да, про это рассказать? Ну, к сожалению, еще раз говорю, тут однозначно информации нет. Есть в разных регионах различные документы, которые указывают, как готовится схема территориального планирования, и в том числе, какие документы уже для того, чтобы и внесить в нее изменения. На самом деле, в данном случае, ну, обычно это просто некое, ну, в отношении особо охранения территории, естественно, в схеме территориального планирования это включает и линейные объекты, и здравоохранение, что хотите. В отношении ОПТ это, опять же, подготовить обоснование, почему та или иная территория должна иметь статус ОПТ, ну, не настолько подробное, как МКО, да, но хотя бы какое-то обоснование и направить его в соответствующую структуру администрации, субъект федерации. Не факт, что это сразу позволит, они там все будут рассматривать, могут не соглашаться, вот у нас в Желинградской области ситуация, когда не согласились, но дальше надо, к сожалению, требовать, требовать, требовать. И главное, чтобы вот это обоснование соответствовало определениям ОПТ и тем критериям, конкретно категории ОПТ, которые, в первую очередь, конечно, это должно быть, ну, что обычно, да, это всякие места обитания краснокнижных видов, почему, ну, если имеете в виду природные ценности, да, и всякие там ценные экосистемы, редкие ландшафты, ну, то, что, к сожалению, однозначно сказать, почему редкие виды такие важны, да, потому что по закону, вне зависимости от того, кто это или нет, они ограничены в использовании, да, есть закон на массовом охране окружающей среде, статья 60, который говорит, что там деятельность, которая приводящая к гибели, скачанию и разрушению среды обитания, видов, нанесённых в Красную книгу, причём как федеральная, так и региональные, запрещено, не допускается, и есть в законе о животном мире, ст. А24, ещё более жёсткая норма, которая говорит, что запрещается деятельность, которая может, даже не приводит, а может привести к гибели, сокращению численности, скачанию среды обитания объектов животного мира, начиённых в Красную книгу, как федеральную, так и региональной. Поэтому у вас есть основания говорить, что всё равно, если там есть краснокнижные виды, там ничего делать нельзя, поскольку разрушится их среда обитания, так лучше уж для надёжности создать опыты. Ну, это как вариант. Но, к сожалению, такой общий какой-то однозначный, да, нет. Но дальше всё зависит от вашего упорства и обоснованности ваших предложений. — Вот вопрос следующий был от Аллы из Конакова, Тверская область, как я понимаю. Если земли лесного фонда, то всё равно надо идти через включение в схему терпланирования. — Да. — Вот следующий вопрос от Марины Разумовой, извините, если не так поставила. Если на интересуемой территории произрастает только редкая лилия из Красной книги, есть ли шанс создать опыты? — Ну, формально никаких ограничений нет. У нас есть ОПТ, которые создаются для сохранения конкретно одного вида, даже иногда нередкого, даже какого-нибудь охотничьего. Старые охотничьи заказники сплошь и рядом там ставили бобров. Да, поэтому, конечно, если это одна маленькая популяция, ну, это либо местная территория, ну, либо, почему-то, для памяти природы это совершенно нормально. Ну, я сейчас говорю, не знаю, что с этим согласятся, но с точки зрения закона я не вижу. В практике я таких проблем не вижу. — Так, сейчас я тут просто очень много сразу вопросов. Вопрос от Любови. Как решается в Москве с вопросом резервирования? — По-моему, никак. Но про Москву я знаю плохо, честно скажу. Я Москвой стараюсь не заниматься. — Ага, так. — Я не видел никаких решений о резервировании в отеле в Москве, пока не в последнее время. — Коллеги, про ссылку на петицию возможно блокируют ссылки чат, поэтому просто зайдите на главный сайт Greenpeace России и там вверху вот прокрутки, да? — Да, в заповеднике «Человеческая петиция» — Собственно, там несколько петиций. — Да, несколько. — Вот в самое верхнее, да. И просто по ней перейдите тогда. — Большое спасибо те, кто нас поддерживает заранее. Это очень здорово. — Вот, значит, вопрос от Неслуховского Ивана. Как вообще можно включить схему терпланирования того, чего еще нет и не утвердено? — Прошу прощения. — Как можно... — Ну, естественно, нет. Что значит, чего еще нет? Естественно, сначала термом терпланирования включается планируемое особо охраняемое территорию. Ну, существующие тоже включаются, но и планируемое — это норма законного Бедостроительного кодекса. В этом ее смысл, да. Что там... Там не только там вообще... То есть схема терпланирования — это некий план развития там региона, или местного там, или муниципального района, например, да, на какое-то там время. Она там на 10 лет делается, или на 20 по-разному. Поэтому, конечно, в нее могут включаться именно предложения, обоснованные по созданию ОПП. А на основании его уже делают СМК, и они создаются. — Вот далее вопрос от... Вот, значит, неизвестно от кого, но неважно. Добрый вечер. Имеется старый усадебный парк. Что лучше сделать? Попробовать его оформить как ОПТ или как памятник архитектуры? Последнее, как я понимаю, больше относится к ведению Минкульта. Ну, небольшой я специалист памятник культуры, честно. Поэтому, ну, мне сложно сказать, что лучше. Да, с точки зрения сохранности, ну, мне всегда казалось, что природные территории надежнее, но, еще раз говорю, я в законодательстве о сохранении культуры нового наследия разбираюсь плохо. Вот. Я бы тут исходил с чисто утилитарных соображений, что проще конкретно данной территории. Да, если это какой-то парк, ну, скажем так, я вообще не большой сторонник придания паркам статуса особо охраняемых природных территорий, потому что наши здания не очень природные. Поэтому, исходя из теории какой-то, то мне, конечно, сказалось, что, наверное, правильнее было придать статус культурного объекта. Но, во-первых, реально, конечно, у нас много достаточно в стране памятников природы, каких-то старых парков, усадеб. Во-вторых, иногда они бывают, имеют довольно ценные, содержат ценные природные объекты, например, какие-то редкие виды там в них попадаются, да, иногда там, в некоторых местах там, например, где все дубравы вырублены, особенно в центральной европейской части или там на северо-западе, а вот в этих врагах они сохранились, фактически это уже такие, ну, такие маленькие, ну, неестественные, ну, как-то скорее вторичные, восстановленные экосистемы. Поэтому, ну, надо смотреть. Я говорю, я бы исходил конкретно из того, что проще создать данные. В принципе, вот как раз, если это муниципальная земля, то, я думаю, что местная особоохранительная территория, это вот ровно то, что можно. Хотя, еще раз говорю, есть памятники природы, региональные, усадебные парки и так далее. Вот следующий вопрос, с какой СТП лучше начинать, региональной или районной? Если это региональная, смотря какой ВОПТ хотите создать. Если хотите создать региональную, то надо вносить в региональную. А местная она уже войдет автоматически. И местная, тогда районная. Вот от ЭТОСа вопрос. Михаил, ваше мнение, что дальше будет, что дальше будет с Двинско-пенежским заказником? Я надеюсь, что когда-нибудь там будет создано. Ну, минимум в следующем году. В ближайшее время у нас будет очередная там итерация общений, в том числе, я надеюсь, и с губернатором. Вот в ближайшие недели будет заседание Совета права человека. Ну, многие в курсе, да, наверное. В Архангельской идее этот вопрос тоже будет подниматься. Вот вопрос. Добрый день. Можно ли признать территорию филипповского сельского поселения? ОПТ, если там есть краснокнижные животные? У нас хотят построить самый большой в мире мусорный полигон. Величиной с Васильевским островом территории принадлежат частным инвесторам. Что с этим делать? Ну, я не уверен, что можно все сельское поселение признать ОПТ. Я просто думаю, что поселение, администрация поселения с этим может не согласиться. А вот. Ну, и опять же, если там один какой-то краснокнижный вид, то вряд ли удастся обосновать, что все поселение надо признать ОПТ. Ну, может быть, надо какую-то конкретную территорию выделить и пытаться, но это, мне кажется, более просто и реально. У нас, конечно, есть там Тулькинский национальный парк, который занимает территорию административного района полностью, но это все-таки национальный парк. И теперь все пытаются с этим бороться, пока не получается. Вот, поэтому я думал, что здесь это просто не... Ну, то есть, однозначно сказать, что нет там по закону нельзя. Ну, то есть, это... Значит, в черном того, что там есть частные земли, ну, во-первых, вам в любом случае придется... Да, это я, кстати, тоже сказал, что, конечно, если там есть какие-то частные земли, то вам создание этого ОПТ придется согласовывать с этими частными пользователями. или собственниками, да? Вот. И вряд ли они просто согласятся на это. Поэтому, может, не вы будете делать администрация, но, мне кажется, просто нереально. Не то, чтобы это было запрещено по закону, но я бы сказал, что нереально. То есть, скорее, надо какую-то часть пытаться наиболее ценную выделить и работать с ней. Другое дело, что на основании того, что там есть, конечно, книжный вид, можно там пытаться не допускать строительства этого полигона. Потому что понятно, что строительство полигона вместо обитания этого книжного вида будет уничтожено, а это прямое нарушение закона. На этом с этим, безусловно, работать можно. Не то же не сто процентов, чтобы получится, но, по крайней мере, это основание. По крайней мере, надо, чтобы экологическая экспертиза по этому полигону она это учитла. – Спасибо большое. Вот вопрос от Дарьи. Не знаю, как с вами связаться, если с нашим ОПТ плохо поступает, к примеру, строит автомагистраль в Московской области? – Связаться всеми возможными способами. Телефон, электронная почта. Я не знаю, как ты можешь людям написать мой телефон и электронную почту. – Давай, наверное, пишу электронную почту. Вот, да, коллеги, пока в конце я тут успеваю просто и вопросы ваши, да, чтобы ничего не упустить. Обязательно пишу. Можете ли посоветовать специалисты или организацию для создания ОПТ в парке «Пятилетие октября» в Москве в ЗАО? – Ну, слушайте, в Москве много организаций, которые могут этим заниматься. Наверное, не посоветую, потому что сходу не знаю, но в Москве есть, да нет, но у нас есть куча университетов, там МГУ, педагогический университет, там есть биологи, многие из которых этим занимаются. Есть, наверное, какие-то специализированные организации, там, не знаю. Но я бы не хотел никого рекламировать, поэтому говорить не буду. Ну и просто я, правда, Москвой-то не очень занимаюсь, поэтому сказать, кто конкретно в Москве занимается такими вещами, я не знаю. Ну, может быть, я бы советовал обратиться опять же в МГУ на кафедру зоологии позвоночника, Ксения Всерудновилова, она много занимается Москвой. Да, спасибо большое. Вот здесь, так, еще один вопрос, я да, как раз пропустил, извините. Повторите, пожалуйста, кто сказал, что линейные объекты всегда приносят вред? Президиум Верховного Суда. Президиум Верховного Суда. Опять же, если нужно, ну, пусть коллеги там по почте меня запросят, пришлют текст, ссылку. Ну, сейчас, наверное, бессмысленно называть там номер решения. Ну, если нужно, пожалуйста, можете найти сами, если человек юрист, он поймет. Это обзор судебной практики Верховного Суда за четвертый квартал 2011 года. Вот. То есть это всегда можно найти в любой базе. То есть поэтому можно найти, но, в принципе, если нужно, дело по поводу положения, обспаривания положения памятника природы Пшиха и Пшихашхова Дегея, если интересно. Ну, это решение, оно касается всех ОПТ, с моей точки зрения. Потому что, я еще раз говорю, даже не конкретное решение Верховного Суда, это решение Президиума Верховного Суда, то есть обзор судебной практики. Поэтому это, ну, фактически, имеет силу закона. Спасибо, да. Я, Михаил, пришлю твой адрес, тогда вот можно будет, если интересно, запросить. Да, конечно. Вопрос от Неслуховского Ивана. После расширения Москвы в 2012 году в нее вошли ключевые природные территории Московской области. Да. Они были зарезервированы как экологические территории, а также под создание ОПТ. Как теперь сделать на их месте ОПТ? Обязана ли Москва руководствоваться КПТ Московской области? Это очень сложный вопрос. Я на него, к сожалению, ответ не знаю. Потому что его нет. Потому что там, на самом деле, вошло еще 8 действующих ОПТ Московской области. Я тоже не знаю, с чем. Какая у них ситуация. Я думаю, что требовать этого, безусловно, можно. Это решение никто не отменял. Да. Ну, в смысле решение ТТП. Да, Москва. Эта схема, например, Московской области, она не менялась с тех пор, как она часть отошла к Москве. Вот. Но это вопрос в какой-то степени спорный. Это было? Это было? Доказывать... Простите. Алло. Да, 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 да. Простите. Да, доказывать это в суде я бы, наверное, сходу не взялся. Хотя про это надо думать. Но проблема есть, безусловно. И согласен, что надо с ней что-то решать. Коллеги, я все вопросы вижу и их скопировала. Не надо их, пожалуйста, писать по два раза серьезно. Я их просто задаю вот как бы в порядке, как вы их озвучивали. Вот. У меня еще просьба, так как у нас вот я вижу примерно десяток вопросов. Давайте вот мы на этом, ну, как бы я имею в виду, что остановимся на тех вопросах, которые вы уже написали. Потому что, ну, как бы их действительно очень много. И Михаил у нас уже, ну, как бы больше часа вот трудится. Я думаю, что те вопросы, которые у вас еще будут, вы сможете ему, если он не против, да, Михаил, адресовать вот на электронный адрес. Нет, конечно. Конечно не против, но я пока готов отвечать и дальше. Хорошо, давайте мы такую, знаете, сделаем как бы маленькую паузу, да, и не пишите по два раза вопросы, я их как бы реально, реально вот вижу, они у меня все скопированы. Вот вопрос как раз Наталья Придак. Проекты планировки микрорайонов города – это и есть схема планирования или нет? Схема терпланирования или нет? Значит, нет. Аналогом схемы терпланирования для городского поселения является генплан, да. Вот это я прошу прощения не сказал, да. То есть документ материально планирования для города является генплан. А схема районной планировки – это уже следующий, как бы, документ следующего уровня. Он более конкретный для более конкретного участка, да. То есть генплан делается для всего поселения, ну или там, поема, да. А схема терпланирования для конкретного участка, ну или там части. Вот поэтому в данном случае речь идет о генплане. Следующий вопрос от Сергея Матвеичука. Прошу прокомментировать перспективы квази-ОПТ, вроде малонарушенных лесных территорий, КОТРов, ключевых орнитологических территорий и тому подобное. Есть ли примеры, когда суды учитывают, например, КОТРы? Сами по себе они, к сожалению, да, ОПТ не являются. Ну, про их использование в судах, ну, как сказать, защиту их в судах, мне ничего не известно, честно скажу. Смотрю, чтение, предание, ну, то есть, скажем так, выделение КОТРов, ну, как выделение, да, это же такие, скорее, общественные понятия, да. КОТРы, малонарушные леса – это как раз основание для создания особо охраняемых природных территорий. То есть, включение, да, той или иной территории в КОТР, ну, или малонарушные леса, означает, что они обладают достаточно большой ценностью, потому что это, ну, фактически на мировом уровне признаны их ценности. Это значит, что их ценность признана, соответственно, критериям признана на мировом уровне. Ну, по крайней мере, международный КОТР или, там, МЛТ. Ну, по крайней мере, в научном сообществе, природоохранном, соответственно. Малонарушные леса, конечно, основания для создания ОПТ на них, но само по себе, к сожалению, да, они действительно таковыми… То есть, статуса у них нет. Но бороться за них… Ну, опять же, там, если это какие-то котры, то там, наверняка, там, какое-то там, вот, местная концентрация краснокнижных фидов, потому что обычно в других случаях их не выделяет, то сам факт этот, он уже делает, ну, во-первых, еще мощное основание для создания ОПТ, а во-вторых, определенную защиту для них, ну, в какой-то степени придает, что можно… требует недопустимость разрушения места обитания этих краснокнижных видов, тем более ключевое место обитания, которое котры являются. Спасибо большое. Вопрос от Андрея Данилова. Возможно ли создание ОПТ для сохранения самобытности коренных малочисленных народов? Ну, в принципе, есть, как бы, две категории ОПТ, которые прямо прописаны как одна из задач. Это национальные парки и заказники, что в границах могут выделяться, ну, у заказников в нацпарках специально такая зона называется, как раз для исключения сохранности коренных малочисленных народов. И вот, например, сейчас уже есть, в мое ощущение, очень неплохой пример – это национальный парк Бекин, где, если не ошибаюсь, вот зона как раз инстанавливает проект 60-70% территории, и там в положении специально прописаны как бы права и возможности коренных народов для, ну, сохранения их индейцев. Он реально сохраняет их традиционную культуру, это правда. Что касается создания, ну, как бы, скажем так, с точки зрения задачи, то, конечно, более соответствует вот этой задаче создание территории традиционного периода пользования, которое, к сожалению, у нас фактически в последнее время не создаются. И законодательство об этом такое, что оно и не может создаваться, ее очень хотят еще больше времени. Поэтому с этой точки зрения, утилитарной, наверное, возможно. Ну, то есть я не вижу проблем при этом, ну, если традиционная деятельность коренных мастических народов соответствует целям сохранения то или иной природных ценных данной территории, то почему нет? Тем более, сейчас говорю, что для заказников и для нас, парков, такая возможность прямо прописана. Спасибо большое. Дальше вот вопрос Новаталла из Конакова, Тверской области. Стоит ли первым делом срочно попробовать зарезервировать, пока нет аренды лесного фонда, а потом спокойно заниматься созданием ОПТ или лучше сразу заниматься созданием? Я бы попробовал. Если она в схеме терпланирования предусмотрена, я бы попробовал. Ну, это можно делать параллельно, да, потому что для резервирования нужно просто там написать ходатайство о резервировании этой территории. Никаких других требований по этому поводу нет. Ну, почему нет? Спасибо. Следующий вопрос у нас движение «Волга и народ против». Татарстан на связи, Волга, займище. Простите, если ударение неправильно. У нас по планируемой природной территории имеется обследование, проведены общественные обсуждения, есть заключения, общественные экспертизы. Создана формальная рабочая группа под эгидой Минэкологии, якобы для решения вопроса. Однако, поскольку статус ОПТ региональной власти не заинтересовано согласовывать, то направление на госэкспертизу проекта ОПТ мы добиться не можем до сих пор. Можно ли подавать проект ОПТ на госэкспертизу апт общественной группы либо НКО? Да, конечно. Никаких ограничений, кто является заказчиком экологической экспертизы. Спасибо большое. Снова Данилова Андрея. Вопрос по расширению ОПТ. Возможно ли, в частности, Сидиавр, который, к сожалению, не вошел в нацпарк Хибины на Кольском полуострове? В чем вопрос? Возможно ли расширение? Да. Возможно ли расширение, в частности, по Сидиавру, который не вошел в Хибины? Мне кажется, что да. Более того, я слышал, что там, по-моему, такие планы есть. По крайней мере, с Виктором Петровым, наверное, Андрею хорошо известным, недавно разговаривал. По-моему, он говорил, что у них есть планы расширения дирекции мурманской Сидиавра. Ну, я, по крайней мере, не слышал, что там может быть, почему это нельзя. Ну, я могу что-то не знать. То есть, если Андрей что-то пояснит, в чем у него, как бы, то есть, в чем проблема. Да, естественно, расширять ОПТ можно, и это делается. Если там есть какие-то конкретные неизвестные мне проблемы, ну, я готов их обсудить, просто я действительно не знаю. Ну да, сейчас, может быть, как раз вам пояснит Андрей, пока вот как раз я задам следующий вопрос от Марины. А разумовая, примерно в какую сумму обойдется создание ОПТ? Ой, вот про сумму я бы не говорил, потому что она, это бывает очень по-разному, как договорились. Но экспертиза, то есть, насколько я знаю, тоже, на самом деле, зависит от какой-то площади, от статуса. Регионально, я думаю, стоит там, ну, вот, честно, очень приблизительно, там, порядка, наверное, 100 тысяч. Именно оплата экспертизы, ну, то, что вы платите за проведение экологической экспертизы. А сколько там потребует, да, там, познание подготовки к ЭО, это все зависит от того, как вы договоритесь с теми. Ну, или если вы сами будете делать, то нисколько, не буду говорить, потому что не знаю. Спасибо. Следующий вопрос, Надежда Баглея. Как защитить самое старовозрастное дерево города, которое расположено на частной территории, предназначенной под застройку? Дерево занимает почти треть участка. Ну, вопрос, конечно, сложный. Ну, скажем так, если в регионе есть есть местные, ну, определимые местные ОПТ региональным законом, можно пытаться придать им статус местного ОПТ при условии, что местная власть вас в этом поддержит. Если не поддержит, то нельзя. Если нет, то, к сожалению, только как-то договариваться с собственником. Ну, потому что даже вряд ли, если вот был какой-то краснокнижный дерево, тогда можно было требовать норму закона. А так, ну, не знаю. Ну, только вот вызывать к его сознательности. Спасибо. Вопрос Натальи Придак. Как можно создать ОПТ, типа памятника природы, только муниципального значения, чтобы земли не передавали области и не лишали статуса статуса городских лесов? Для этого нужно, чтобы в законе, наверное, я понимаю, Новосибирской области были эти самые местные ОПТ прописаны. Если они там есть, то надо найти наиболее подходящую категорию и дальше долбать местную администрацию, чтобы она это сделала. Мы с этим согласились. Если это, еще раз говорю, если в законе Новосибирской области таки есть, не помню, даже не знаю, то это запустимо. Если нет, то, к сожалению, нет. Но это будет не памятник природы, это будет какая-то другая местная категория, которая прописана в законе. Спасибо. Следующий вопрос от Светланы. Михаил Дубрович, поясните, пожалуйста, нужна ли государственная экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих придание территориям статуса ОПТ местного значения? Какого уровня должна быть ГЭЭ под статью 12 ФЗ об экологической экспертизе? Такие документы не подпадают. Вот, по-моему, подпадают. Мне почему-то... Нет, я, конечно, могу ошибаться, но, мне кажется, там в 12-й статье написано ОПТ регионального и местного значения. Разве нет? Сейчас я нет перед глазами. Ну, вот, может быть, да, Светлана, вы как-то поясните... Если я ошибаюсь, тогда прошу прощения. Тогда нет. Если в статье 12-й нет, значит нет. Мне кажется, что там написано ОПТ регионального и местного значения. Да, Светлана, пока мы дальше на следующий вопрос смотрим, может быть, да, как-то вы просто поясните, откройте еще раз 12-ю статью. Вот, от Наталии Придак... А, нет, это был вопрос уже, извините. Как можно создать... Да, Наталия, как можно создать ОПТ типа памятника природы? А, извините. Так, все. Эти были, да, 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 вопросы. Достаточно ли для резервирования обращения общественности в правительство области? Ну, если нет каких-то специальных региональных нормативных правых актов по резервированию, то достаточно. Ну, еще раз при условии, что это, да, участок этого ОПТ в схеме терпланирования находится, содержится. Это не значит, что они прямо так сразу согласятся, но, по крайней мере, основания... Они должны придумать основания, по которым не согласиться. Но бывают какие-то нормативные акты региональные, которые устанавливают какой-то порядок этого резервирования, тогда их надо изучить и действовать в соответствии с ними. Ну, я пока не предполагаю, что такие могут быть. Вот как раз, мне кажется, это, Марина, в продолжении вопрос, да, Любовь, я сейчас ваш вопрос уже озвучу. В продолжении, в какие органы власти так посоветуете обратиться представителям общественности для создания ОПТ регионального значения при отсутствии финансовых средств? Ну, обращаться надо, конечно, в тот орган власти, который в вашем регионе отвечает за особо охраняемой природной территории. Это может быть, там, Министерство природных ресурсов, там, какой-нибудь департамент. Ну, это просто на сайте правительства в субъекте федерации вы легко находите. Ну, они просто разные. Я не скажу точно, как. Ну, да, как, в каком регионе они называются, да. В каком регионе они называются, да. В каком регионе они называются, да. Поэтому первое обращение, конечно, надо туда. Ну, понятно, что дальше, ну, если вы проявите определенную настойчивость, и это, в принципе, возможно, да. Но у субъектов есть, как бы, задача развития сети особо охраняемой природной территории. У них на это, ну, обычно не у всех, но у них уделяются в том числе и бюджетные деньги. Они небольшие, их там мало, они их не очень любят тратить, но тем не менее, они есть. Поэтому, если вы добьетесь того, что на… И такие случаи бывают, и в Ленинградской в той же области, и в Московской, когда фактически ОПТ создаются за бюджетные деньги. Ну, а это надо проявить достаточно настойчивость, чтобы именно то ОПТ, которое вы считаете нужным создать, в этот перечень попало. У них там обычно на несколько год выделяется, но в разных регионах по-разному, в некоторых вообще не выделяется, в некоторых выделяется там побольше, но вряд ли много, да. Они ежегодно формируют план на следующий год, ну, когда бюджет формируется, если вам удастся с ними договориться как-нибудь, чтобы они включили план на следующий год именно создание, обследование, ну, выделение бюджетных средств на ОПТ, то это возможно. Ну, в некоторых регионах этим занимается какие-то спонсорская помощь, но тут, как говорится. Но понятно, что первый шаг – это именно обращение к тому органу-субъекту, который отвечает за развитие ОПТ, сети сети ОПТ. Спасибо большое. Вот вопрос от Любови. Можно ли ознакомиться с текстом, парой примеров экспертиз для местного ОПТ? Ну, честно говоря, у меня их нет. Надо искать где-нибудь в интернете. Вот. Потом вопрос от Любови Демской. От Любови Демской. Возвратятся ли деньги, потраченные на создание ОПТ, есть ли какие-то субсидии или льготы? Ну, а как они возвратятся? Нет, конечно. Ну, я, по крайней мере, не знаю, с чего у вас должны платиться. Про субсидии тоже ничего не знаю. А потом вот вопрос, что делать, если на какой-то территории, на которой в соответствии с лесным планом региона, лесхозрегламентом, договорами аренды участков лесного фонда, ведется активная лесохозяйственная деятельность арендаторов, но при этом вы обнаружили какой-то редкий вид, для сохранения которого явно необходимо срочное создание ОПТ, исключающие виды лесопользования, которые в данное время осуществляются лесопользователями. Какой будет порядок прекращения этих видов лесопользования на данной территории? Ну, смотрите. Здесь... Ну, во-первых, да, первое, что надо сделать, надо спасать вид, да? Значит, есть... Ну, еще раз говорю, есть закон. Закон, он для всех, в том числе для лесопользователей, да? Он говорит, что если редкий вид есть, то его среда обитания должна сохраняться. Есть совершенно конкретные примеры, когда в наличии, там, в лесном участке, там, массового скопления лобара и легочной, это такое замечательное лишайник краснокнижный, приводило к исключению участков из аренды. В Карелии такие случаи неизвестны. Ну, в Карелии, в Ленинградском, в Балтайском крае. Вот. По суду просто, там, где-то прокуратура, где-то общественная организация, вот, там, вот, тоже помятное геблеровское экологическое общество, они подали в суд. Правда, в существующем заказнике, но где были не запрещены рубки, добились запрета этих рубок именно на основании наличия в нем краснокнижных растений. Сейчас есть специальная норма, называется «Особенность сохранения лесных растений, занесенных в Красную книгу». Это приказ Минприроды, который говорит, что в случае, если при отводе или сосед даже, обнаружены краснокнижные виды, они должны сохраняться. Поэтому первое, что надо сделать, это всем во все органы, отвечающие за охрану природы в данном структуре, вы должны писать, что вот, вы нашли там такой-то краснокнижный вид, что если там рубки будут продолжаться, то он будет уничтожен, да, то вы срочно должны, просто обязаны эту деятельность приостановить, потому что она и на закон. Это правда. И такие случаи, опять же, и в Московской, и в Ленинградской, и в Алтайском крае регулярно производятся. Когда на основании места, выявления места обитания краснокнижных видов, рубки там сначала приостанавливались, а потом они поздно прекращались. Сейчас еще раз говорю, если в отношении растений есть еще специальный нормативный проект, который говорит, что они, даже если вот они сами нашли при отводе или соседке, например, какой-то краснокнижный вид, они обязаны его там, ну, растений, правда, ленточками огородить и не трогать. А потом сообщить об этом для внесения данных на исходящий на регламент и так далее. Вот так, ну, вот это, просто это работа, там, писать в прокуратуру, писать в соответствующие природоохранные службы. Дальше, если вы рубки остановили, то, конечно, это у вас основание, что для того, чтобы, как бы, ну, сейчас получается так, да, что вы, как человек, лес в аренде, да, рубить они его не могут. Ну, как раз тут, можно даже самим этим лесопользователем говорить, что вы понимаете, да, что пока тут не создан заказник, у вас там могут нести изменения в договор аренды, соответственно, рубить вы не можете, а арендную плату платить будете. Вот вам же выгоднее, чтобы он был создан, это правда. Тогда вам пересчитают аренду, арендную плату. Спасибо большое, коллеги. У нас вот вебинар подходит к концу. У нас, смотрите, еще есть три вопроса и один комментарий. Давайте с позволением Михаила задам эти вопросы, но чтобы нам уже завершать, потому что, да, уже вот так у нас полтора часа плотной такой работы, тогда скажите, пожалуйста, получили ли вы адрес, который я писала, адрес Михаила Электронный, те, у кого приостались вопросы, могли связаться. Напишите просто кто-нибудь, что, как бы, да, увидели. Так, адрес не увидели. Я просто боюсь, что он, видимо, блокирует. Давайте, знаете, как я попробую написать вот таким способом. А может я попробую в презентации сделать закрой вписать? У меня получится это? Да, да, да. О, очень хорошая идея, кстати, да. Я еще попробую вот так отправить без ссылок. Я сейчас это. Я вот пишу. Нет, не пишу, почему я не пишу, почему я не пишу. Так, вот сейчас еще я тоже попробовала просто написать себе там словами слово «собачка». Видимо, какое-то у него есть блокирование ссылок здесь. А можете тогда, если закрыть презентацию, написать и открыть? Сложно, да? Нет, можно, можно, может быть, тут просто какие-то вот настройки, которые не позволяют ссылки посылать, потому что… Я вот пытаюсь набрать, у меня тоже ничего не получается. Почему? Наверное, он беленький. Я вот написала уже, да, вместо значка «собачка» словами, и все равно, да, вы не увидели. О! Коллеги, вот Михаил сейчас на экране пишет, да. Видно? Да, 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 видно, видно. Поярче сделать? Нет, 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 нет. Ой, прошу прощения, что я сделаю. Да, вот когда пишут, пишут, что все нормально, все, все видно, да. А, ну вот, да, сейчас он… Сейчас я верну обратно. Ага, вот от Анны я увидела с адреса Краила. Ну, да. Вот, хорошо, у нас, да, ура, у всех, главное, теперь адрес, и тогда мы озвучим вот последние, последние три вопроса, так. Есть, если в Новосибирской области нет местных ОПТ, как их можно прописать, куда обращаться? Ну, еще раз говорю, это нужно, чтобы это было прописано в законе, то есть я не знаю, есть ли в Новосибирской области закон об особо охране природных территориях, если есть, но там нет местных ОПТ, то это надо вносить изменения в него. Если его нет, тогда нужен какой-то, ну, не знаю, может, есть закон об охране окружающей среды, но какой-то закон, который что-то говорит про особо охраняемые территории Новосибирской области. Или надо писать новый закон об особо охраняемых территориях региональных, где как раз это должно быть прописано. Спасибо большое. Вопрос. Знаете ли вы, какой статус имеет отдельное деревье, дуб Пушкина и мать сосна под Волгоградом? Являются ли они памятниками природы? К сожалению, не знаю. От Светланы вопрос. Михаил, возможно ли изменение границы ОПТ в сторону уменьшения? Какие документы должны готовиться к согласованию с природой? А с Минприродой подлежит только изменение режима особой охраны? Это спорный вопрос. Хотя мы считаем, что должно быть и сокращение изменения границ тоже. Ну, во-первых, например, позиция Минприроды, которая иногда об этом вспоминает, что вообще сейчас нет нормы закона, которая позволяет, ну, мы с этим согласны, сокращать площадь особой охраны природой. Их, правда, нет. Значит, в некоторых, ну, то есть на федеральном, скажем так, федеральным законам они предусмотрены. В некоторых регионах предусмотрены изменения границ, в том числе и путем уменьшения, ну, там, в результате, если там исключаемые участки, там, утратили свою ценность или еще по каким-то причинам. Значит, мы считаем, что, во-первых, это является, это можно делать только на основании экологической экспертизы, заключения экологической экспертизы, потому что создание ОПТ является объектом экологической экспертизы, и в законе об экологической экспертизе написано, что внесение изменений в документацию, а сокращение площади это естественное внесение изменений в документацию, это тоже является объектом экологической экспертизы. И второе, это, конечно, мы считаем, что надо согласовывать в том числе изменения природы, потому что, ну, потому что на той части, которая сокращается, режим, безусловно, меняется, потому что она исключается из ОПТ. Вот. Но это, конечно, несколько такая, как это, трактовка, но экспертиза, вот, мы считаем, что она должна быть обязательно. Если вообще говорить о том, что это возможно, потому что, а, ну, кстати, буквально есть, слава богу, судебные решения. Вот в прошлом году в Оренбургской, ой, прошу прощения, в Оренбургской Удмуртии правительство ликвидировало половину своих особо охраняемых природных территорий, и там буквально один очень такой активный глюстанин, пенсионер, Гагарин, пошел в суд, и в Верховном суде в результате доказал, что это было незаконное решение, именно на том основании, что это решение не было согласовано СМИ природы. И решение было отменено. Да, супер. И вот, это, наверное, комментарий, да, Светлана? Светлана, процитирую пункт 4 статьи 12 ФЗ по экологической экспертизе «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих предание этим территориям правового статуса ОПТ регионального значения». Ну, конец, да, цитаты. Получается, что только уровень регионального ОПТ попадает. Да, значит, только региональный. А, я знаю, с чем я перепутал. Я перепутал с функцией 4.1 про строительство. Да, виноват. Вот. Ну, вот, коллеги, да, мы ровно у нас прям на все вопросы мы ответили. У нас вот полтора часа запланированных закончились. Просто огромное спасибо Михаилу. Мне кажется, очень получилось у нас все участники, да, все практически с нами, кто был в начале, вот, остались до конца, да, вот пишут. Спасибо за хороший вебинар. Андрей Данилов пишет. Вот, да, все в чате пишут. Большие благодарности. Вот, спасибо большое Михаилу. Спасибо нашим участникам. Спасибо, Таня и все коллеги было. Очень рад, что в храняемой территории так интересует народ. Технический вопрос. Если кому-то интересна презентация, пишите, пришлю. Ну, и, Таня, я хочу заслать. Как? Михаил, знаешь, наверное, чтобы, ну, много запросов, да, не было, наверное, давайте поступим так. Ты пришлешь мне, да, потому что вот тут пишут люди, что, да, очень интересная презентация. А мы, соответственно, разошлем всем участникам. Хорошо, хорошо, конечно. В том числе тем, кто там не добрался, да, по каким-то причинам. Хорошо, сейчас пришлю. Так будет, так будет быстрее. Коллеги, завтра мы разошлем тогда, и вы все обязательно получите. Все, ладно, спасибо. Ну, будут вопросы. Да, да, да. Спасибо, да, все. Всем нужна презентация. Завтра всем пришлем, да. Всего доброго, всего доброго, да. Все. Я тогда нажимаю кнопочку «Завершить», вы не пугайтесь, да, что вот у нас отключитесь просто. Все, спасибо, всем хорошего вечера. Спасибо.